Верная жена «Матросская тишина» Сергей Есенин «Исповедь» сразу несколько премьер готовит Театр Горького на ближайшее время. На пресс-конференции, кроме худрука Ефима Звенятского и актеров, московские режиссеры Алла Решетникова и Вадим Данцигер. Последний, кстати, с недавнего времени штатный режиссер Горьковки «Матросская тишина» Александра Галича в его прочтении, пьеса с открытым финалом. Как я уже сказал, учитывая финалы, хочу, чтобы зритель вышел с надеждой. С надеждой. И в принципе, если говорить в каких-то таких философских определениях, то этот спектакль – это мое такое покаяние перед моими родителями. Верную жену, совершенно английскую комедию «Сомерся Томоэма» зрители увидят на сцене уже 17 февраля. Как надеется режиссер Московского губернского театра Алла Решетникова, история в стиле арт-деко должна получиться искрометной, светлой и красивой. Мы попытались переложить английский юмор на российскую землю, на российскую почву, так, чтобы это было нам понятно, созвучно с нашими настроениями. А самое главное, мы попытались сделать так, чтобы это, на мой взгляд, очень очаровательная и при этом пронзительная история была светлой и служила примером какого-то неординарного поведения человека в очень сложной ситуации. Сергей Есенин – исповедь, спектакль, полный поэтических и исторических личностей. Асидора Дункан, Зинаида Райх, Всеволод Мирхольд, Владимир Маяковский, Лиля Брик. Впервые в истории про Есенина появятся его дети. В роли легендарного поэта Валентин Запорожец. Артист понимает, его игру неизбежно будут сравнивать с единственным актером, который исполнил Есенина, Сергеем Безруковым. В основном ассоциируются всех Есенин, роль Есенина с Сергеем Безруковым. Естественно, я, если переживаю об этом поводу, или нет, да, переживаю. Роль возлюбленной поэта Айсидоры Дункан в спектакле про Есенина сыграет экс-первая леди Приморья Лариса Белоброва. Художник по костюмам верной жене – еще одна экс-первая леди Ирина Миклушевская. Побывать на пресс-конференции обе не смогли, но, уверен худрук, зрители по достоинству оценят работу и одной, и другой. А перед театром тем временем стоят не только художественные задачи. Мы хотели бы уйти с 1 января 2019 года, закрыться. У нас есть свои планы, они очень серьезные. Пункт первый – мы не можем найти зал, где мы могли бы репетиционный процесс, потому что мы бы прошли. У нас есть очень хорошие предложения. Выпустить как можно больше разных и интересных спектаклей до того, как театр закроется на реконструкцию – такая задача сегодня стоит перед труппой Горьковки. Кроме того, во время ремонта в планах актеров активно гастролировать, в том числе и за рубежом. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.